Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. С 1 октября зарплата сочинских медиков повысится на треть. Об этом глава курорта объявил во время осмотра третьей горбольницы. Сразу несколько работников ночного клуба в Сочи оказались наркоманами. Таковы итоги профилактической операции в Лазаревском. Курортным товарам и шашлычной придется переехать. На улице Просвещения начался демонтаж семи торговых объектов. Домой под аплодисменты. Сочинка Анастасия Ячевская вернулась с бронзы этапа Кубка мира по самбо. По миллиону для семей погибших в Краснодарском крае начали выплачивать единовременную материальную помощь родным и близким работников предприятия «Тамань нефтегаз», которые трагически погибли в поселке Волна. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал глава региона Вениамин Кондратьев. Чтобы получить материальную помощь, семьям необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Край начинает выплаты семьям кубанцев, погибших в ДТП в Темрюкском районе. Родственникам будет выплачено по одному миллиону рублей. Напомню, ДТП произошло в Темрюкском районе. Согласно основной версии, у транспорта отказали тормоза. В салоне находилось более 50 рабочих. 19 из них погибли. Все остальные были доставлены в районную и краевую больницы. Пятерых пострадавших краснодарские врачи сегодня выписали. Еще 13 человек остаются в медучреждениях. Больше 4 миллионов человек в этом году переправились через Керченский пролив. Это не считая морских и авиационных перевозок. Как обеспечить туристам безопасность сегодня обсуждали на совместном заседании антитеррористической комиссии Краснодарского края и Республики Крым. Провели его главы двух регионов Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов. В своих выступлениях они отметили, что в будущем пассажиропоток между субъектами будет только расти. За безопасность людей и объектов строительства отвечает власть. А для людей власть это и органы власти, и неважно это стороны Крыма или стороны Краснодарского края, это и прокуратура, это и полиция. Поэтому давайте здесь не будем делиться компетенцией, ответственностью или кто должен за что-то отвечать. Мы все вместе должны сегодня отвечать за безопасность. Кто бы что ни говорил, сегодня у нас общий турпоток. Это мое глубокое убеждение, что мы выиграем вместе и Крым, и Краснодарский край, если мы не будем делить туристов. Наоборот, мы должны создать им комфортные условия для того, чтобы они быстро и качественно перемещались из Краснодарского края в Крым, а из Крыма в Краснодарский край. Спасибо большое. Всегда понимание со стороны коллег есть. Хочу сказать, Краснодарский край настоящий для нас друзья и партнеры, и никогда нигде ни в чем не видим никаких проблем. То есть в телефонном режиме там решаются все вопросы. Так и должно быть, коллеги. Поэтому всем рекомендую тем же способом дальше двигаться. Для увеличения пропускной способности паромной переправы добавили количество пунктов контроля багажа туристов. Организованы четыре линии для досмотра пешеходов и пассажиров автобусов. Отдельно обсудили вопросы безопасности топливно-энергетической инфраструктуры и строительства моста через Керченский пролив. У Краснодарского края и Республики Крым много точек соприкосновения. Вопросы транспортной безопасности, энергетической безопасности связывают нас как никогда. Это ведь и экономическая стабильность наших регионов, и не только экономическая, это и социально-бытовая стабильность. Если хотите, даже политическая стабильность. Добавлю также, что это первое совместное заседание антитеррористических комиссий и оперативных штабов регионов. Сегодня с медиками гурбольницы номер 3 мэр курорта Анатолий Пахомов поделился радостной новостью. С 1 октября заработная плата сочинских медицинских работников повысится на 30%. В главном медучреждении ХОСТ и глава города побывал с инспекцией. Я напомню, еще два года назад третья больница была далеко не лучшей на курорте. Изменилась ли ситуация сегодня, расскажет Инга Габешия. Вот уже год в третьей горбольнице новый главный врач Сосоми Бонни рассказывает мэру о новых методах работы, о проведенном ремонте и показывает новое медицинское оснащение. За последние месяцы различные оборудования здесь приобрели на более чем 17 миллионов рублей. В том числе диагностическая, лабораторная, из нового рентгенаппарат и, главное, дыхательная аппаратура. Проблема больницы в чем была порой? Что тяжелые больные, реанимационные больные. Невозможно было содержать в палатах, потому что просто не было дыхательной аппаратуры. Я сам специальности реаниматолог. Вот я решил, что нужно заняться именно сердцем этой больницы, а сердцем является все-таки реанимация. Купили, поставили, работают, довольны. Преобразование в третьей больнице продолжится. Администрация Сочи для этого прикладывает все возможные усилия, отмечают в управлении здравоохранения. Уже до конца года сюда прибудет ультразвуковой литотриптер для расщепления камней в почках. Это будет второй в Сочи аппарат. На первых, которые находятся в четвертой городской больнице, выстраивается очередь. Поэтому многие горожане за этой услугой едут в Краснодар. Теперь здесь, на месте, в Хосте, смогут получать эту услугу и эту помощь. Оборудование будет импортное, немецкое. Да, это очень хорошее оборудование. Поэтому я думаю, что тоже это все во благо пациента. Заметны ли технические перемены пациентам, а главное, изменился ли в Хостинском стационаре. Уровень медицинских услуг мэр Анатолий Пахомов поинтересовался у самих сочинцев. А я очень довольна. Наш персонал утречком приходит, в обед приходит. Как услуги, условия? Отличные, нормальные. Вы зарадованы. Еще один пациент принял участие в инспектировании больницы вместе с главой города. Только сегодня из операционного отделения выписали народного артиста России Мстислава Запашного. Дрессировщик хищных животных признается, лечится он только здесь, в своей районной больнице. Вип-палатой не воспользовался, впрочем, как и возможностью лечиться в Германии, а лежал в больничных покоях на пять койко-мест. Прекрасное отношение. Врачи, медсестер, всех вопросов нет. Вчера мне сняли швы уже. Уже я хожу, уже двигаюсь. Операция прошла успешно, врач сказал. Большое спасибо врачам. Уже был на операциях несколько раз. Видел хорошие операционные, видел плохие. У нас, будем так говорить, что здесь в хосте она такая средненькая, старенькая. А врачи, да, руки прекрасные, то есть головы светлые. Звание худшей в городе осталось в прошлом, подытожил визит Анатолий Пахомов. Сегодня в третьей хостинской больнице многое изменилось. Даже палаты теперь с удобствами. Сделано очень много. Ну, первое, мы все видим. Здесь есть лаборатория, здесь хорошее оборудование. Тут есть все для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, такую, скорую помощь. Мне удалось пообщаться с пациентами. Даже с учетом того, что они приболели, тем не менее, говорят, да нет, все хорошо. И видно по глазам людей, что они довольны действительно тем, что сейчас происходит в нашей третьей больнице. Поэтому я очень доволен. Доволен преобразованиями и сам коллектив. Тяжелые времена для третьей горбольницы закончились, говорят медики. А вот новость о повышении зарплаты их бесспорно порадовала. На 30% вклад врачей и медсестер вырастет с 1 октября. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сразу несколько работников ночного клуба в Сочи оказались наркоманами в Лазаревском районе. Правоохранители проверили сразу несколько развлекательных заведений. Проверка заведения на причастность к незаконному обороту наркотиков проводилась в рамках межведомственной операции «МАК». В оперативно-профилактическом мероприятии участвовали сотрудники райотдела наркоконтроля, городского УВД, Сочинской Росгвардии, управления по профилактической работе с населением, администрации города. Всему персоналу, а также лицам, которые по внешним признакам попали под подозрение в употреблении наркотиков, было предложено пройти экспресс-тест. Из 18 посетителей и работников заведения, у четверых, и это все сотрудники клуба, наркотест оказался положительным. Медицинское освидетельствование показало, что они употребили вещество каннабисной группы. Один из мужчин, 20-летний уроженец Ирана, работал кальянщиком. Оказалось, что в России он находится нелегально. Двое других молодых людей работали в должности барменов. Оба 28 лет, оба иногородние. На курорт приехали из Уфы и Ставрополя. Еще один 33-летний наркопотребитель прибыл из Адыгеи и трудился диджеем. Всех четверых привлекли к административной ответственности. Материалы переданы в районный суд. В отношении нелегала принято решение о его депортации по месту проживания в Узбекистан. Этот клуб нами был выбран не случайно. В прошлом году буквально там был задержан 30-летний сочинец, который работал диджеем в состоянии, находился сам в состоянии наркотического пьянения. И под пультом у него было изъято достаточное количество амфетамина. Он торговал ими. Задержанный диджей был осужден и в настоящее время находится в местах лишения свободы, отбывает наказание. 25 незаконно возведенных торговых объектов демонтированы в Адлерском районе Сочи. Примерно столько же еще предстоит снести. К такому исходу приводят нарушения в правилах торговли, несоблюдение санитарных норм и требований закона. Сегодня начался демонтаж семи павильонов по улице Просвещения. Подробнее Татьяна Говоркова. Решением суда по иску мэрии эти объекты должны были быть демонтированы еще в прошлом году. Но ларьки с курортными товарами и мини-шашлычная продолжали работать. Распоряжение о сносе этих объектов было подписано главой города 7 августа. Собственники торговых павильонов поставили подписи в уведомлениях. Тем не менее, многочисленные предупреждения о необходимости самостоятельного сноса предпринимателями игнорировались. Но час икс настал и, как обычно, в неподходящее время пришлось экстренно вывозить товар и оборудование. Мы выходили к людям и обращались с ними для того, чтобы они сами провели демонтаж. Во-первых, это будет наименее затратно и для них. И, соответственно, не нужно будет привлекать какие-то специальные силы, что мы делаем сегодня. Люди, как и правило, думают, что все это закончится разговорами, ничего в исполнении не приведется. Но мы видим обратное. Причина демонтажа объектов – их размещение в санитарно-защитной зоне. В 100 метрах от павильонов находится ЖД-магистраль и вагонное депо. Особые нарекания со стороны мэрии были к собственнику шашлычной. Мы проводили работы по изъятию алкогольной продукции. Алкогольная продукция домашней выработки не имеет никаких норм, ни правил, не соблюдаются никакие правила при изготовлении этой продукции. Естественно, там антисанитария полная, потому что никто не следит за этим. Люди все делают на собственном усмотрении. Поэтому там, конечно же, куча нарушений. Борьба с самоволками – одно из приоритетных направлений работы администрации Сочи. За последнее время подано 116 языковых заявлений, что уже на треть меньше построенных самовольных объектов, чем в прошлом году. Наиболее распространенные нарушения – попытки застройщиков превысить допустимую этажность домов или их площадь. Зачастую демонтаж производится не за счет собственников, а силами мэрии с привлечением подрядных организаций, с последующим взысканием затрат с виновника. Так же произошло и в случае с этими объектами. По такому же сценарию силами мэрии в июне были демонтированы 18 торговых павильонов по улице Ленина и три самовольно возведенных точки общепита у пляжа Чайка. В ближайшее время будут снесены еще 12 торговых объектов по улице Цемлянская. Сейчас проходит процедура уведомления собственников. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сочинское спецавтохозяйство зовет себе в помощники эвакуаторы. Это крайняя мера и применяется она исключительно в интересах жителей. Без этого очистить город от мусора порой не получается. Почему – узнаем из нашего следующего сюжета. Это улица Войкова. Картина привычная. Около контейнерной площадки припаркованы машины. Водитель мусоровоза всячески пытался добраться до переполненных баков, но потерпел неудачу. В итоге в накладе остались сами жильцы. Мусор из-за таких вот наглецов остался на месте. А это улица Альпийская. Картина та же. Водитель сигналит и, не получив ответа, звонит своему диспетчеру. Примите заказ, пожалуйста. На Альпийской 39 машины стоят. Не могу мусор забрать. Сегодня на место отправилась и мастер участка. По ее словам, мусор в баки выбрасывают все жители Сочи. А вот обеспечивать проход и подъезд контейнерам считают своим долгом единицы. Развешиваем объявления. И даже во многих точках стоят специальные дорожные знаки. И водители просто игнорируют все дорожные знаки и все наши таблички. В одиночку водитель мусоровоза решить проблему на месте, конечно, не в состоянии. Не смог подъехать, значит, следует дальше по маршруту. А мусор остается. Вот и местный житель сочувствует шоферу Саха. Говорит, сочинцы сами виноваты в стихийных свалках на контейнерных площадках. Набирается, машины стоят, он бедный идет, проезжает, не может. Иногда он там стоит, хочет забрать, сигналит, дай дорогу, дай дорогу. Решение вопроса найдено. В случае необходимости мастер участка теперь вызывает эвакуатор. Это вас беспокоит сах по уборке города. У нас тут такая проблема. Мы не можем подъехать, чтобы забрать контейнера. По улице Альпийская, 74, мешают два автомобиля. Для того, чтобы Сочи справедливо считался одним из самых чистых городов страны, приложено немало усилий. Летом в сезон массового заезда туристов Сах вообще перешел на четырехсменный режим работы. Специальные межведомственные группы ночами проверяли, куда выбрасывают мусор в многочисленные кафе и магазины. Есть ли у них договоры на вывоз отходов. Опустил и перевалочный пункт на ЗСМ. Все отходы вывозятся на полигон в Белореченск. Все это принесло свои плоды в виде чистых и ухоженных улиц. И сочинцы с удовольствием могут ими воспользоваться. Или наоборот, копить другие плоды в виде заваленных мусором, контейнерных площадок, за оградой из припаркованных машин. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ». Каждую неделю в администрации города проходят межведомственные комиссии по борьбе с неформальной занятостью. Сегодня состоялось очередное заседание. На него пригласили руководителей частных фирм, у которых в летний сезон были обнаружены нарушения трудового законодательства. Два года Сочи бьется за честное трудоустройство, объясняя предпринимателям, что времена зарплат в конвертах из серого сектора экономики прошли. Мобильные группы постоянно проводят проверки предприятий. Нарушителей хватает во всех районах курорта. Владельцы магазинов или салонов красоты оформляют на работу по трудовому законодательству 2-3 человека. Остальные работают нелегально. В итоге отсутствие всяческих гарантий по зарплате, оплаченного больничного, в перспективе порой и вовсе нищенская старость. Когда работодатель, надлежащий, не оформляет трудовые отношения со своим работником, работник, соответственно, лишается социального статуса, лишается всех социальных гарантий, социального пакета. Это все отчисления и, соответственно, в будущем и пенсионного обеспечения. И это сегодня самая главная задача и забота главы города, что это невозможно. Так не может работать экономика, так не может работать социальная сфера. Тем же, кто был пойман на нарушениях, прямая дорога в трудовую инспекцию. Уплаченный штраф, а это от 20 до 100 тысяч рублей за каждого неоформленного работника, покажет, что выгоднее вести свое дело по закону. Одному из сочинских избирательных участков присвоено имя Василия Константинова, инженера путей сообщения, депутата Первой Государственной Думы от неказачьего населения Кубанской области 1906 года и краеведа. Он внес огромный вклад в развитие курорта. Решение о присвоении избирательному участку под номером 4654 имени Константинова было принято по итогу краевой акции «Имя Кубани», проходящей в честь 80-летия со дня образования Краснодарского края. Избирательный участок 4654 расположен в здании музея истории города-курорта Сочи. С предложением о присвоении ему имени Василия Константинова вышла избирательная комиссия Сочи еще в феврале на муниципальном этапе краевой акции. Совет при главе города и научные сотрудники музея с удовольствием поддержали такую инициативу. Ведь коллекция горных минералов, собранная Василием Константиновым, и фотографии строительства дороги на Красной Поляне стали основополагающей коллекцией для создания музея. Этот человек был профессиональным инженером-путейцем, который построил здесь, в районе Сочи, множество мостов, дорог. Не случайно, что избирательный участок, который находится в нашем музее уже много лет, стал носить имя Василия Константиновича Константинова. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех избирателей прийти на наш избирательный участок и не только проголосовать, но и познакомиться с биографией этого человека, которая неразрывно связана с историей нашего родного города. В целом, на территории Краснодарского края уже работают 44 именных избирательных участка. Ознакомиться же с биографией Василия Константинова и экспонатами стенда можно уже сегодня. Двери музея открыты ежедневно с 9 до 19 часов. В аэропорту Сочи накануне звучали аплодисменты. Там встречали сочинскую самбистку Анастасию Ячевскую. Она вернулась с бронзы этапа Кубка мира по самбо международного турнира «Мемориал Михаила Бурдикова». Расскажет Елена Авсецина. Этап Кубка мира по самбо проходил в городе Кстовы Нижегородской области с 20 по 23 августа. Там состязались лучшие самбисты мира. Среди них Анастасия Ячевская. Турнир являлся отбором на чемпионат и первенство мира. Сочинка представляла спортобщество «Динамо» и ей удалось завоевать бронзовую медаль. Соревнования были очень достойные, очень был высокий уровень. На самом деле приехало сразу около свыше десятка стран на эти соревнования. На самом деле было очень интересно. Я второй раз участвую в таких крупных соревнованиях. Опыт большой получила еще раз. В прошлый раз буквально уступила немножко за бронзовую медаль. В этот раз выиграла. Главная мечта Анастасии Ячевской – попасть в сборную России. Ее тренер Ольга Авдеева, старший тренер Федерации дзюдо и самбо Сочи, уверена в своей подопечной. Я рада победе моей ученицы Анастасии Ячевской бронзовой медали на этапе Кубка мира по самбо. Желаем ей также в дальнейшем еще высших побед. На этом не останавливаться. Будем в дальнейшем еще сильнее тренироваться и готовиться к такому уровню соревнований. После бронзовой победы в Кстово Ячевская заслужила право представлять Сочи на следующем престижном турнире на призы президента Татарстана, а затем и на Кубке России по самбо. Сочинская организация «Динамо» рада приветствовать призера этапа Кубка мира по самбо Ячевскую Анастасию. Надеемся, что победа наших динамовцев на предстоящем Кубке России, а также на будущем чемпионате мира, который будет проходить в нашем городе, также останется за спортсменами «Динамо». Анастасия Ячевская на данный момент является мастером спорта России. Работает тренером в детско-юношеской спортивной школе номер 9. Имеет коричневый пояс по борьбе с дзюдо. Елена Всецкая, телекомпания «ФКТ». В Сочи тренировочные сборы проводит национальная команда по натурбану. Это такая разновидность санного спорта. Отличие от классических санок – это спуск по естественной трассе. Как тренируются спортсмены в Сочи, расскажем в нашем следующем материале. Сегодня в программе тренировок упражнения с собственным весом. В качестве тренажера – ступени трибун центрального стадиона. Спортсмены тренируют мышцы ног, бегая и прыгая по лестницам. Сейчас у нас идет второй сбор. Первый у нас был в Парамоно, в Московской области. Тягивающий. Сейчас у нас идет основная подготовка здесь. Три дня занимаемся, один день выходной. Все основные упражнения – прыжковые упражнения, беговые тренировки. В Сочи на сборы приехал основной состав сборной России по натурбану. Это такая разновидность санного спорта. Отличие от классики – спуск по естественной ледяной трассе. Вид спорта не олимпийский, но очень популярный в мире. Россия сегодня занимает в натурбане лидирующие позиции. Мы в тройке наряду с Италией и Австрией. Кстати, именно в Австрии в этом году пройдет чемпионат Европы, к которому наши спортсмены в Сочи и готовятся. На сборы приехали сильнейшие. Вот, например, штурмует лестницу Екатерина Лаврентьева, многократная чемпионка мира и Европы, самая успешная в России представительница натурбана. А это Юрий Талых. Он завоевал серебро нынешнего чемпионата мира. Впервые в истории нашей страны такой успех в мужском одиночном спуске. Планируют в новом титуле выступить не хуже и на Европе. Психологически мы тоже, конечно, готовимся к каждому старту. Все зависит от подготовки. Конечно, может быть какое-то напряжение, что вице-чемпион мира будут как-то по-другому смотреть соперники. Но будем показывать результат. В Сочи сборная будет тренироваться до 8 сентября. Отсюда спортсмены отправятся по регионам, где продолжат готовиться к предстоящим стартам уже на местах. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.